По нацпроекту «Жилье и городская среда» уже в этом году новые квартиры планируется предоставить 215 самарским семьям, чьи дома были признаны аварийными. В Саратовском переулке, в поселке Кряж, для этих целей построены два 16-этажных дома. Перед приемкой помещений заказчикам, она намечена на следующей неделе, на объекте прошло выездное совещание. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Собственная котельная, подъездные пути, парковочные пространства и пандусы, удобные планировки квартир. В сентябре эти жилые дома в Саратовском переулке ввели в эксплуатацию. Этому предшествовали встречи руководства мэрии Самары с застройщиком и подрядчиком. Оценить готовность помещений и обсудить рабочие вопросы перед приемкой квартир заказчикам, муниципалитетам, собрались представители городского департамента управления имуществом Самарского областного фонда жилья и ипотеки. Провел встречу первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Участники прошли по квартирам и в рабочем порядке обсудили, какие недочеты предстоит устранить перед сдачей помещений городу. На сегодняшний день квартиры готовы. Есть, вот как у строителей всегда говорят, есть недостатки. Вот подклеить обои. Первое, подкрасить где-нибудь стояк идет. Значит, не отрегулирован смеситель, не отрегулирован сифон по канализации, чтобы стоки уходили. Вот я сейчас об этом застройщику сказали, в данной ситуации, что в течение пяти-семи дней все устранить, полностью 215 квартир нам предъявить для приемки. После проведения оставшихся работ, согласно озвученным на совещании замечания, стартует комиссионная приемка квартир. В составе комиссии представители Минстроя, прокуратуры, районной администрации, городских департаментов градостроительства и управления имуществом. Готовность объекта мы оцениваем, в принципе, на 95%. Какие-то есть мелкие недоработки, которые подрядчик обещает исправить. На следующей неделе мы поступаем к приемке данного объекта. Я думаю, что квартиры все будут приняты в ближайшее время и будет приглашаться граждане для выдачи смотровых уведомлений. К 20 декабря текущего года квартиры планируется заселить. Есть предложение и по другой закупке жилья, и в скором времени будет заключен муниципальный контракт. Город планирует приобрести еще 70 квартир в этих домах, 10 для дополнительного расселения граждан из аварийного жилья, 60 квартир будут предназначены для детей-сирот. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.